Сегодня на круглом столе у нас выступит Татьяна Мищенко, куратор социокультурных проектов, ведущая специалист отдела стандартизации и дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки города Москвы. Татьяна представит свои наблюдения по теме совместности школьников, школа как социокультурный центр района. Затем выступит Любовь Гурарей, специалист по соучаствующему проектированию, работе с сообществами, активный креативный продюсер, прошу прощения, и представит тему мейкерства в ракурсе образовательных возможностей города. Затем мы обсудим выступление Ольги Рокаль, архитектора, педагога, тактического урбаниста, с основателя бюро «Утро» образовательного проекта «Место» и фестиваля «Районали». Ольга расскажет нам о полифункциональном пространстве «Ателье ГЭС-2». И заключительное выступление Вадим Головин, учитель географии школы 1561. Он поделится своим опытом работы с порталом «Наш город Москва» глазами педагога. Я напомню, что регламент выступления у нас 10 минут, и затем дискуссия, вопросы, вопросы, комментарии в течение примерно 15 минут. Я предлагаю строить сегодня дискуссию в проектном ключе и сосредоточиться на таких вопросах. В чем конкретно заключаются образовательные возможности представленного объекта, явления, процесса, то, о чем будут говорить сегодня наши выступающие. Есть ли среди них что-то уникальное, отличающее именно этот ракурс, этот объект. В чем его ограничения для педагога и как их можно преодолеть. Конечно, приветствуются и другие мнения. Возможно, наша дискуссия пойдет по какому-то непредсказуемому руслу. И обычно из этого как раз получаются самые-самые интересные идеи и, возможно, какие-то задумки на будущее. Коллеги, которые присоединились к нам онлайн, я предлагаю вам писать тоже в чате. Если будут какие-то желания высказать, задать вопросы, я думаю, нам помогут. Можно будет тогда подключиться. Пожалуйста, только поднимайте руку или в чате дайте, пожалуйста, знать, что вы хотите к нам присоединиться. Мы будем этому очень рады. Ну, а сейчас я передаю слово Татьяне Мищенко. Первое выступление. Пожалуйста, Татьяна. Да, здравствуйте. В своем докладе я хотела бы обозначить такой самый главный, наверное, вопрос. Это можно ли определить такое современное образовательное пространство, как школа новостройки, как совместность. Именно я обращаю внимание на слово «место» в части этого слова. И как, собственно, обнаружить новые способы использования школы. Школа является неотъемлемой частью развития городской среды. Поэтому я строила доклад таким образом, чтобы мы изначально поговорили про принципы организации современной образовательной среды московских школ. Здесь я уделю внимание разработкам дирекции, в которых будет описано единые требования к зонированию внутренней и внешней отделке школ Москвы. Также потом мы перейдем к определению совместности, что такое школьная совместность, что такое совместность школьников. И завершающий этап, это, возможно, как предварительный итог, школа как социокультурный центр района. То есть предпосылки, то, насколько, собственно, новые школы влияют на то, как меняется инфраструктура города. Школа очень тесно связана с домами, которые находятся рядом. И перед современным горожанином, собственно, стоит задача справиться с возрастающей скоростью изменений. И становится очевидным, что в каком-то смысле школа формирует человека будущего. То есть наделяя его компетенциями и навыками для того, чтобы он успешно реализовывал себя в этом быстром мире. В части создания современного образовательного пространства дирекция занимается разработкой единых требований к зонированию наружной внутренней отделке школ Москвы. Собственно, речь идет о разработках стандарта московской школы. Не так давно, в принципе, был принят стандарт по московским поликлиникам. И сейчас к стандарту приводят, собственно, школы. Я озвучу основные принципы. Доступная гостеприимная школа. Комфортная, удобная, трансформируемая. Технологичная, бережливая, прозрачная и безопасная. Далее я чуть подробнее на этом остановлюсь. Принципы, которые легли, собственно, в основу единых требований, можно обозначить ключевыми архитектурно-планировочными понятиями, такими как гибкость, адаптивность, трансформация, системность, контекстность, процессность, динамичность, событийность и модульность. Важно понимать, что на качество образования, также на его доступность, влияет предметно-пространственный компонент образовательной среды. И, собственно, дирекция совместно с другими коллегами из институтов образования сформулировали такие обязательные характеристики современного пространства, как функциональность. То есть пространство должно быть трансформируемым, ресурсосберегающим, многофункциональным. Сам учебный процесс должен быть открытым, технологичным. То есть все помещения оснащены современным учебным оборудованием. Удобство. Не буду подробно останавливаться на этих всех принципах. Самое главное, к чему хочется, наверное, пожалуй, перейти, это примеры уже реализованных школ, которые введены в эксплуатацию. Это рассказать про ключевые предметно-пространственные особенности школного строя, которые коренным образом какие изменения произошли. Во-первых, все предметные классы заменились на тип универсального кабинета, то есть универсальное назначение с возможностью зонирования пространства под любые абсолютно разные педагогические задачи для создания разных образовательных маршрутов. Второе – это объединение классов физики, химии и биологии в единообразовательном блоке. То есть появляются лабораторно-исследовательские комплексы, которые позволяют проводить междисциплинарные метапредметные исследования среди учеников. Третьей основной особенностью является наличие предпрофессиональных комплексов лаборатории, в том числе и от типа легоны. Среда должна обеспечивать возможность работать с современными информационными технологиями и, собственно, являться примером таких технологий. Четвертое – это проектирование крупных функционально-планировочных зон, таких как по принципу университетов, классы студий, помещений для конференций и лекторий. Существенным изменением является то, что теперь в школах нет актовых залов, к нашим привычным, как мы их раньше понимали. Теперь это многосветное, многофункциональное пространство, то есть по-простому это называется атриум, то есть большая лестница, которая находится в центре, в ядре здания, и образует собой место сердца школы, где стекаются все потоки. Следующее – это наличие помещений для различных типов деятельности. Все пространство школы является эксплуатируемым и эффективным, то есть холл и рекреация имеют многофункциональное назначение, то есть можно проводить уроки, различные собрания и прочее. Пространство должно быть эстетичным, то есть среда должна поддерживать образовательный процесс и создавать условия для полноценного погружения ребенка не только в образовательный процесс, но и в познавательную деятельность, а также мотивировать его на социальную активность. Далее и наши классические библиотеки заменились на многофункциональные библиотечные центры, которые выполняют функции коммуникации, то есть зоны, где ребенок может эффективно подготовиться, выполнить домашнее задание, либо же организовать какую-то неурочную деятельность, в том числе которая не будет связана с образовательной деятельностью. То есть когда мы говорим про образовательную среду, мы… Ну это вот, собственно, мы перечислили ключевые предметно-пространственные особенности школного строя. Когда мы говорим про образовательную среду, то я, наверное, воспользуюсь понятием ясвенном, где образовательная среда понимается как пространственная или событийно-органичная совокупность возможностей для развития личности, возникающей при ее взаимодействии со своим социальным и пространственным предметным окружением. Для нас школа, собственно, является не просто выстроенной образовательной средой, но еще и представляет собой пример живой динамики культурных практик, интеллектуальных практик, а также разных схем взаимодействия разных, абсолютно разных социальных групп. Школа является… Ну вот дальше я перехожу к главной части, где вот понятие совместностью. Школа является как и источником общего, так и, собственно, резервуаром для этого общего, который будет возникать в этом пространстве. Чтобы как-то определить контуры понятия школьная совместность, мы предположили, что она все-таки связана с коллективной апроприацией и регулированием тех повседневных вопросов, которые волнуют группу школьников, именно возникающую в этом пространстве. То есть ключевые слова, которые, собственно, попадают в совместность, совместное владение каким-то пространством, это общая общинная общность, совместность. И мы используем именно в отношении школьного сообщества, которое создается в практиках современных школьников. Мы говорим с точки зрения физического пространства, то есть, собственно, здесь идет речь о праве школьников на саму школу, в том числе и на физическое владение пространством, на присвоение его. Представляем совместность как конструкт, который образуется тремя основными компонентами, то есть общими ресурсами, я на них остановлюсь подробнее. Второе – это институты, которые представляют собой устойчивые практики производства совместности, а также люди, собственно, те, которые являются создателем совместностей, вовлечены в производство и воспроизводство ресурсов, в том числе и образовательных. Под общими ресурсами мы понимаем конструкцию, состоящую из трех моментов. Это ресурс, то есть, собственно, материальная ценность, материальный и нематериальный ресурс. Второе – люди, те, которые используют ресурс. И процесс переговоров, собственно, очень основная и главная часть, которая посвящена методам использования ресурсов. Вообще здесь во многом все строится на понятие «общее». И я считаю, что понятие «общее» довольно хрупкое, и оно представляет собой как нечто нестабильное социальное отношение, которое устанавливается между конкретной группой и определенными аспектами ее социального и физического окружения. Чтобы немножко ускориться, перейду к таким выводам. Допущу, что сформулированные принципы, которые ложатся в основу, собственно, самого стандарта, будущего стандарта, открывают очень важный посыл возможности для возникновения новых способов использования школы. И дело не только в том, как мы будем распределять ресурсы или организуем предметно-пространственную среду, но и в том, какие возможности есть у самих школьников для того, чтобы воспроизводить самих себя в условиях этого пространства. А также образовывать автономные творческие совместности, школьные сообщества в пространстве школы. Если мы представим, что современная образовательная среда, именно школ, новостроек может оцениваться как эффективное пространство, то одним из критериев я предлагаю ввести именно наличие и оценку сообществ и совместности школьников. Последний можно расценивать как индикатор, выявляющий актуальную потребность представленных групп учащихся, которые, возможно, смогут изобретать новые варианты отдыха от учебного процесса, специфические творческие подходы во взаимодействии с пространством для общих активностей. Современно удобное, технологичное, безопасное пространство школы должно создавать условия для работы с учениками как с сообществами для сбора идей и экспертных точек зрения в управлении школы. Есть некоторые примеры, возможно, если будут вопросы, я бы рассказала про управленческие советы. Если учащиеся погружены во внутренние процессы планирования управления, а также наделены определенными полномочиями, имеют возможность для коллаборативных объединений либо какого-то соучастливого взаимодействия с пространством своей школы, то степень их ответственности за школу значительно вырастает. Думаю, что это хороший критерий для оценки эффективности современной образовательной среды. В результате школа становится центром общественной жизни и наряду с парками и скверами, которые традиционно выполняют эту функцию в крупных городах, объединяет не только и детей, и родители, которые включены в этот процесс, но и привлекает другие социальные слои населения, ранее никак между собой не взаимодействующие. Конечно же, в этом процессе большую роль играют, собственно, успешные руководители, эффективные администраторы, заинтересованные педагоги и активные граждане. Таким образом, современная школа новостройка формирует идентичность и социальный образ района, выполняя функцию развития территории, где она расположена, формируя определенное школьное сообщество, выходящее за пределы этой территории. Спасибо. Спасибо большое. Видно, что материала очень много и хотелось как можно больше рассказать. Ну, давайте начнем с вопросов, может быть, ну, точнений и понимания, если есть такие. Да, Вадим, пожалуйста. Меня слышно, да? Да, слышно. Спасибо большое за выступление. У меня такой вопрос, касающийся персонала школ, то есть как он обозначен в стандарте? Есть ли какие-то новые должности, которые появляются в стандарте для разграничения этих потоков, для контроля сообществ? Может быть, это какой-то еще один заместитель директора, которые сейчас постепенно прибавляются? Вот, что-то такое будет? Ну, как бы отвечая на вопрос, в рамках единых требований, тот, который, возможно, станет в ближайшее время стандартной московской школы, там как бы не прописано это. Но скажу по опыту эксплуатации больших школ, которые сейчас принято называть школы гигантами, то есть те, которые идут от 1200 мест, конечно, есть большое количество дополнительных педагогов, в том числе и людей, которые, собственно, прям работают над тем, чтобы режиссировать большие перемены, то есть создавать активности и разделять потоки. То есть в школах новостройок вообще, в принципе, все настроено на то, чтобы разделить потоки, например, средняя школа, старшая школа, начальная школа. То есть они как бы могут пересекаться в пространстве атриума, но как бы и заход, собственно, на учебный день начинается с того, что дети расходятся по разным потокам. То есть у них есть возможность сообща как-то взаимодействовать, но для этого нужны, да, действительно определенные специалисты или люди, которые, ну, из-за того, что большое-большое пространство, им надо, его надо, ну, раз, раз, надо учиться пользоваться этим пространством. Вот, и поэтому, ну, вот в части педагоги-организаторы в большей степени, наверное, привлекаются к тому, чтобы срежиссировать на одном из этажей, допустим, танцевальную какую-то разминку, где-то срежиссировать чтение сказок, ну, то есть по возрастам, ну, для детей, которые постарше, то, в принципе, все зоны рекреации, они предусмотрены для, вот, просто эксплуатировать в любой точке, то есть от эксплуатируемых подоконников до, собственно, каких-то мягких, очень удобных стульев. Точно так же, как бы, обеденная зона является тоже зоной рекреации, ну, то есть практически все пространство должно быть эффективно используемым. Да, 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 то есть оно, ну, как бы, за счет большого количества, например, там, трансформируемых перегородок, а также модульной мебели, возможно, переобустройство пространства в зависимости от какой-то определенной педагогической цели, либо же наоборот, то есть можно сделать локально маленькую зону, ну, то есть оно все очень зонировано, хорошо зонировано. Ну, мне кажется, это очень важный вопрос, который Вадим задал, да, потому что действительно, как бы, само слово «гигант», да, оно уже подразумевает, что надо как-то осваивать, да, действительно нужен как-то специальный человек, возможно, стоит об этом подумать. Вопрос, пожалуйста. Сюда отвечу. Мы сейчас занимаемся тем, что в нашей лаборатории и лаборатории образовательных инфраструктур исследуем функционал, да, то есть есть такая вещь, как профстандарт. Выяснилось, что в профстандарте всех педагогических специальностей есть позиции, которые отвечают вот за это самое, за использование пространства и так далее. Да, мы их сейчас будем расшивать, мы будем заниматься своей специальностью, да, социо-культурными образовательными практиками, лаборатория образовательных инфраструктур будет этим заниматься. Это к вопросу, есть оно или нет. Оно латентно есть. Не было пространства, нечего было режиссировать. Появились пространства, будем режиссировать. Это одна позиция. Дальше другая позиция. Ну, вот Татьяна показывала наши московские истории, я знакома с историями финскими, да, там немножко других стран, но вот в силу того, что у меня есть такое достаточно развернутое представление о том, как устроены эти школы в первоисточнике, ну, в силу того, что мы в некотором смысле копируем, да, уже существующий опыт, значит, что там важно? Важен не атриум, важны специально созданные площадные пространства, то есть они их так и называют рыночная площадь, куда направляется поток определенной параллели, там, или поток определенного направления, и здесь не нужно быть режиссером пространства, здесь нужно быть, собственно, педагогом, который понимает, зачем нам нужен маркет, да, зачем нам нужна такая площадь, то есть что происходит в маленьких группах, что происходит в отдельных кабинетах, и что происходит тогда, когда мы вываливаемся в общее пространство, да, то есть это просто, ну, другое представление о том, чему мы учим вообще детей, да, что в этот момент происходит и вообще, как мы коммуницируем. А у меня как раз есть вопрос, и, пожалуй, он прямо на понимании. Все, что вы представили сейчас, это скорее работа, видимо, с открытыми источниками, но не наблюдение ваше личное за тем, как живут эти школы. Нет, я посещала эти школы, я уточняю педагогов, да, 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 ну, то есть у меня есть свой небольшой опыт, он не прямо зациклен, я не педагог прямо в школе, но периодически у меня случаются проекты, когда надо вот что-то в пространстве школы взаимодействовать с детьми, ну, то есть как бы есть конкретные продукты, на которые мы, например, там работаем. Вот, и, ну, да, он скорее отрывочно, потому что все равно специализируется немножко на теории, вот, но как бы свой опыт использует в этом. Просто мой вопрос, он связан не с тем, не с методом исследования, а скорее с другими вещами. Подавляющее большинство московских детей учатся не в таких пространствах, они учатся совершенно других условий. И вся вторая часть вашего доклада, она, собственно, не может быть не посвящена этим детям тоже, да, то есть мы не можем отказать им в возникновении сообществ, ну, и ТС, да, то есть продолжим дальше. Сейчас мы наблюдаем, что такими местами становятся туалеты, гардеробы, если пускают столовые, ну, если туда есть доступ или нет, да, то есть нерегулируемые, вот это просто продолжение вопроса, принципиально нерегулируемые взрослыми пространствами. Именно там возникают сообщности, именно там дети стараются что-то обсуждать, репетировать, договариваться о том, как они будут выступать, да, то есть вот как вам кажется, что влияет, почему этого не происходит, ну, там тоже есть рекреации, там тоже, ну, некоторые попытки есть оформлять, диванчики ставить, да. Я сейчас хотела сказать, у меня было два, почему, например, здесь, я здесь сразу сделала акцент, что это идет про то, что школа новостройки, поэтому как бы я... Я и хочу спросить, как вам кажется, вот точно они выйдут в эти атриумы для этого, не будут ли они продолжать использовать... Будут, и это хорошо. ...это обычное и формальное. Я объясню, например, у меня вот просто буквально на днях, я вчера, вчера мы были с визитом в 338-й школе, которая, Сосинский, 14-й, не которая, новое здание, Белая ночь, там, на Потапос, короче, и нам рассказали очень крутую вещь, школа-то современная, прям, ну, то есть там все вот, в принципе, близко-близко к стандарту и все прочее, вот, но еще не совсем присвоено и обжидая, и дети все равно так или иначе начинали в туалетах как-то группироваться, рисовать, ну, использовать пространство стен, в принципе, для своих нормальных целей, вот, и педагоги приняли решение, точнее, даже дети выступили с инициативой на том, что им нравится, то есть там как-то рисовать, либо что-то должно остаться след, их след остаться в этой уборной, и вот совместно с детьми и с руководителями художественных направлений они полностью преобразили все уборные, то есть дети разрисовали их, им дали возможность, то есть все стены украшены вот граффити, даже это как проект был назван на том, что вот как бы представлен, вот, и точно так же, на самом деле, очень во многих вещах вот происходят вот эти спонтанные рождения, то есть там, где не было заложено, ну, по крайней мере, изначально как основная функция не была заложена, оно происходит и рождается, это очень здорово, когда педагоги понимают, ну, то есть мне кажется, это тоже надо в какой-то степени обучать педагогический состав взаимодействовать с этим пространством, чтобы они как бы на инициативу детей по изменению присвоения этого пространства реагировали, ну, скажем так, поддерживающе и мотивирующе. Вот 547-й школе, я тоже рассказывала о том, что у них был опыт, они называют кабинеты по принципу разных либо писателей, либо деятелей научных, ну, как бы по инициативе детей, то есть она не совсем связанная история, то есть там нет такого, что там есть конкретная привязанная, случившаяся вещь или нет, то есть, но и дети украшают стены рядом с этим кабинетом, то есть в зависимости от того, как им захотелось, чтобы и штучи. Мне кажется, что даже если это будет, это, ну, как бы, все зависит, все зависит от педагогов, вот именно если педагоги, они как бы будут открыты к тому, чтобы предложить им, ну, то есть делегировать детям, объединить свои идеи и как бы прийти к компромиссу с этим взрослым миром, пространство, которое строго, в принципе, должно регламентированно, то есть управляться. Вот, я про эти полномочия и говорю, что, то есть и в школах точно так же, то есть обыкновенных еще, ну, я не имею в виду новостройки, а школы старого типа, то есть там МЮшки, самолетики и прочий, Пентагон, это тоже все зависит, в принципе, от педагогического состава, то есть если насколько они смогут договориться и поделиться полномочиями, не делегировать, а поделиться и быть услышанными детям в школе, то неважно будет сильно это там новомодное пространство, это, конечно, важно, но ребенок его присваивая через свою какую-то деятельность и объединяясь, и зная, что оно мое, оно именное, ну, то есть он будет считать, что оно клевое, то есть намного круче, чем какое-то там абсолютно новое пространство арт-кафе. Ну, вот я тоже, когда вас слушала, собственно, тебе записала, что в какой момент, возможно, вообще совместность, и вы еще делали акцент на слове общее, вот общее какое, общее, которое нам дали в общее пользование, готовое, или общее, которое мы создали вместе, да, и вот когда сейчас вы говорили, вот для меня все-таки общее, которое мы создаем вместе, да, и тогда будет и совместность, и присвоение, и апроприация, и все эти прекрасные слова, да, а когда нам дают, да, на время регулируют, да, то насколько оно становится моим, даже если оно декларируется. Ну, это в порядке, так сказать, обсуждения вопроса, да, не думаю, что у вас есть ответ, да, скорее, может быть, подумать на будущее. Хочется ли кто-то еще откликнуться, прокомментировать, задать вопрос, Ксения, пожалуйста. Да, Татьяна, спасибо за выступление. Я сначала хотела как раз про этот термин совместность, он меня очень заинтересовал. Есть, есть. Да, но я сначала хочу еще дополнить то, что сказала Екатерина Андреевна про профстандарт педагога, потому что буквально сегодня я его изучала, с такими исследовательскими целями его смотрела, и там, кстати, среди трудовых действий и необходимых знаний, там было про функционирование сообщества детского, подросткового и так далее. То есть предполагается, что педагог про это знает и в этом ориентируется. Ну, это вот к тому, что вы говорили. И что касается термина совместность, вот мне стало, во-первых, интересно, откуда он пришел. Ну, вы упоминали там фамилию, да, кто использовал его. Интересно, у нас вот в каких-то русскоязычных исследованиях есть ли он, используется ли, и как все-таки совместность или совместности, то есть в единственном числе или во множественном, как вот правильнее или как чаще употребляется? Это вот как раз получается, если можно, прям почти двойной ответ, и я не понимаю, так, Вадим Пыщ, пожалуйста, там должно быть слово «куманс», подожделюсь совместности. Совместности. Да, я тоже делегирую. Про то, что вы говорите, насколько это общее. Вообще это понятие, оно из городской урбанистики, городского планирования в том плане, что насколько город является совместным. Ну, вот этой совместности, она, да, ну, то есть как бы определяется. То есть это изначально предзаданная такая вещь, что, в принципе, да, город – это общее что-то, общее пространство, но при этом как бы совместность возникает в городе. И я брала вот эту аналогию, ну, просто мне показалось созвучным в том плане, что большие школы, они… Ты не нашел? А, нашел? Я вам дам вот так. Спасибо. А просто, просто правильнее им прочитают, как это звучит, самая верхняя строчка там звучит. А, ну, тут вообще слово «коммонерз» – это люди, имеется в виду, у которых есть совместность, наверное. Да, ну, какие-то вот, не знаю, там, члены общины, может быть, даже. Вот, вот, то есть через какие-то практики, например, городское пространство, оно присылается сообществами и, то есть, персонализируется в какой-то степени, и они могут влиять на него. То есть оно включается и в какой-то степени инститализируется. То есть они получают какие-то определенные права по отношению к этому пространству, а не просто являются там гостями вот на этой общей территории. Спасибо. Ну, у нас, на самом деле, подходит к концу времени выделенное для обсуждения доклада Татьяна. Если есть какие-то еще короткие, если у нас, может быть, онлайн какие-то комментарии. Нет, ничего нет. Спасибо большое, Татьяна. И сейчас мы из пространства такого несколько зарегулированного, формального переходим уже в неформальное. Слово представляется «Любовь Гурарий». Здравствуйте. Очень рада была быть здесь вместе с вами. И сегодня у нас в фокусе урбанистические, терапевтические практики, которые максимально открывают образовательные потенциалы города. И я бы хотела, чтобы мы сегодня с вами поговорили о критериях, которые эти практики могли бы оценивать и оценивать. Итак, мейкерство всегда подразумевает место. Там, где есть место, есть люди и есть инфраструктура. И между средой и людьми, сообществами есть такой мостик соучастия. А мейкерские практики – это, в общем, часть этого соучастного процесса. Благодаря этой связке как раз и возникает иной раз сообщество по результатам уже какой-то работы, проделанной во имя среды. Как правило, есть определенные дорожные карты, которые мы используем в этих практиках. Мы говорим сначала о актуальном запросе. Мы связываем желаемые сценарии использования территорий с той инфраструктурой, которую нужно сделать. Делаем эту инфраструктуру и, можно сказать, празднуем ее появление, фактически активируя это пространство. После того, как это сделано, мы можем наблюдать и влиять и это самая воспроизводящаяся система. Сегодня я расскажу о трех кейсах в разных точках России. Они объединены все одним важным сценарием – это повторяющиеся сезоны, мейкерские сезоны. И это, конечно, имеет огромный такой уже педагогический интерес, потому что можно проследить динамику того, что происходит с людьми и с пространством. В Суздале дом творчества «Исток», самый центр города, место, которое присвоили себе подростки. Алгоритм, когда мы сначала подумали, поговорили, попроектировали, помакетировали и в какой-то момент вышли реализовывать нашу идею в городскую среду. Кейс, который в очередной раз подтверждает, что нет ничего невозможного для 13-летней девчонки с шуруповертом в руках, когда можно повлиять на среду, создать отличное пространство, которое реализует все запросы на новые сценарии, и кинотеатр, и пленеры, и воркшопы. И в этом году эти ребята уже проявляют себя как самоорганизованное сообщество, потому что они генерируют собственный культурный контент и без участия экспертов, скажем так, на своем ресурсе локальном, на ресурсе локального сообщества реализовывают всевозможные программы и встречи. Второй кейс – это объединение общеобразовательных школ и художественных города Новороссийска. В рамках такой школы городских инициатив стало понятно, что топ-тема – это защита бездомных зверей, которых в Краснодарском крае просто невероятное количество. И здесь они не только актуализировали запросы и свою проблему, они сделали инфраструктурное решение, они построили такую механическую кормушку, договорились с магазином «Пятерочка» рядом, там собирается корм. Это самый активный чат в моей ленте, супервибрирующее сообщество, которое все время следит за котятами, кормит их. И помимо прочего, городской маркетинг в действии, улица, которая ведет от более центральной магистрали к этому домику и кошачьей кормушке, она преобразилась при помощи детей таким прекрасным образом. Фактически носители этих практик являются такими проводниками передвижной образовательной среды. Эту среду образовательную можно развернуть вообще в любом городе и селе, кстати, тоже. Третий кейс – это 91-я школа в Москве, и здесь, наверное, самый такой, повторяю, здесь уже три года мы можем наблюдать мейкерские практики. В рамках соучаствующего проектирования школьного двора в этой школе родилось движение «Улучшайзинг». Улучшайзинг – первый сезон, вы видите сейчас. В общем, по сути, это такие практики, разные, направленные на разные интересы и потребности, игровые. Нет, не походки. Это родители 91-й школы в какой-то момент повалили деревья, и мы быстро там сгруппировались, вот эти деревья создали на сезон фантастическую природную игровую среду с участием детей и по их, собственно говоря, импульсу и запросу. Это новинка-вечеринка этого года. Спасибо архитектору Ольге Ракаль, которая тоже включила в движение «Улучшайзинг». Что мы получаем? Вот, кстати говоря, не устану рекомендовать прекрасную методичку по поводу соучаствующих проектирований школьных дворов, которые экстраполируются на любые области, честно говоря, такой деятельности. И что все эти кейсы объединяет? Какие-то общие места? Тут есть явные совершенно признаки самовоспроизводящегося такого алгоритма и формирования благодаря ему образовательной экосистемы. Получается, что возникает инициатива, которая вовлекает людей через соучастие к реализации этой инициативы. В процессе формируется активное сообщество, которое приходит к некоему результату. Этот результат конвертируется в опыт и, получая признание, дает созидательный импульс инициировать что-то еще. И фактически это такая история, которая запускает среду не только как место, а еще и как среду, которая формирует вот этих вот всех участников процесса, сам процесс, его репродуктивность, можно так сказать. Если посмотреть на все на это из вновь образовавшегося фокуса магистранта, за который я очень признательна, я бы здесь выделила несколько вещей. Это как бы такие общие все мысли, которые есть на тему этих практик. Большая проблема о том, что есть некоторые идеалы, которые взрослый мир транслирует детям, говорит, вы должны быть такими-то, раз такими-то. А актуальная среда эти идеалы как бы не то, что не поддерживает, а наоборот антагонисты. То есть мы говорим, давайте вы будете решать, давайте будете активными, давайте будете включенными. По факту мы им ставим на усмотрение подряда и тендера, горку, песочницу и качели, и никакого отношения к их актуальному запросу это не имеет вообще. Что касается точек роста, как раз эти практики со всей определенностью дают такой экологичный способ колонизировать городское пространство подростку и молодому взрослому. И определяя этими самыми действиями его право на город и выращивая вот эту вот связку с материальной средой, когда они могут влиять, когда они могут участвовать, когда они видят результат, наблюдают за ним, за естественными причинно-следственными связями и жизни этого результата в мире, мне кажется, это огромный такой бонус, который как раз формирует вот это вот крутое ощущение, что от идеи до реализации и это цикл, все время воспроизводить этот цикл. Риски, не то что там, неоправданное ожидание ребенка в том месте, что когда мы что-то проектируем, мы очень четко определяем границы проекта, что мы сможем сделать, что не сможем, потому что если мы вдруг детям и подросткам даем обещание, что мы свернем горы, а по факту у нас там небольшая насыпь, то это как такой разрыв происходит, который еще хуже оборачивается. Поэтому здесь очень важно соблюсти баланс, что реальность и запрос нуждаются в компромиссе. Ну и вот, собственно говоря, исследовательский вопрос, как этот опыт влияет на человека, как он в будущем себя реализует, вообще влияет ли как-то. И тут я бы хотела вместе с вами подумать на какими-то эффективными метриками эффективности, которые можно было бы здесь отметить. Я вот написала несколько, количество участников, их вовлеченность, постоянство, это где мы говорим о повторяющемся процессе, то есть не один раз сделали, а вышли еще раз и еще раз уже сами. Что из практик наиболее популярны исследования, проектирование, сама стройка, реализация или активация, что из этого оставляет наибольшее впечатление на участников и, наверное, как-то как померить социальный, педагогический, материальный след в контексте этой истории. Спасибо. Спасибо большое. Очень, да, мы так сместились в такую очень продуктивную сферу с точки зрения детей. Давайте начнем с вопросов. Есть ли какие-то вопросы, да, на уточнение? Ольга, пожалуйста. Любовь, спасибо большое за ваш доклад. Что именно вы заметили в динамике? То есть какое развитие участников вы могли бы отметить? Значит, те, кто… Здесь несколько есть вещей, действительно классных, важных. Значит, те, кто участвуют в этом не первый год, они на второй год занимают менторскую позицию. Ну, в смысле, что они уже владеют каким-то языком, технологией и так далее, они уже готовы делиться. Готовы делиться. А можно презентацию нам все-таки вернуть пока? Ну, там вроде бы уже… Ну, да. Значит, что они готовы делиться. То есть это раз. Дальше, значит, уровень, как сказать, возвращения в тему, к теме. То есть в 91-й школе достаточно просто в чат кинуть клич, что ребята, мы завтра строим. На следующий день образовалось 20 человек с инструментом, со всеми пирогами. То есть вот эта вот повторяющаяся практика, вот эта, она какие-то правильные, знаете, как круги на воде. Она создает не просто круги на воде, она создает воронку, в которую легко заходят новые участники и формируется такое деятельное сообщество. Вот, наверное, это самое такое яркое. Да, и вот это, конечно, у меня вызывает прямо очень, во-первых, большое уважение, да, потому что, наверное, самое, вот согласитесь со мной или нет, мне кажется, самое, конечно, трудное, это вот первый шаг, да, потому что, ну, когда уже какая-то деятельность, да, ну, к ней уже как бы легко привлечь, и ты уже чувствуешь себя спокойной, как организатор, да. Ну, вот для меня всегда проблема, вы когда сказали там про горку во дворе, да, я сразу понимаю свой двор, я не могу сдвинуть своих соседей, да, чтобы мы даже обсудили то, что мы хотим, да, вот настолько это как, ну, как беспомощность, да, что за нас все решат и нам все навяжут, от нас ничего не зависит, да, это очень тяжело и даже взрослым, да, может быть, детям это легче, да, все-таки для них уже взрослые, ну, вот тоже подтвердите или нет, правильно ли я поняла, что все-таки, когда вы делаете свои проекты, да, вы уже некоторую создаете вот эту возможность, да, в которую приходят дети, правильно? Конечно, потому что мы создаем, ну, вот фактически мы создаем такой очаг образовательной среды, которая вот пришла и здесь локально качает, что называется, и этим ресурсом она привлекает участников точно так, и, честно говоря, вот правда, дети, они, правда, могут быстрее и интенсивнее решить все свои задачи, только был бы один хотя бы значимый взрослый, который прокладывает пути, согласований, вот это. Вот, да, вот это вот согласование, как бы очень не хочется вроде о нем говорить вот в этом контексте такого самостоятельного творчества, но приходится, да, потому что без этого нельзя, иначе это представляет. Ну, опять же, практика показывает, что мы еще, в общем, за два года, о, суперактивные, мы сейчас посмотрели, я не знаю, 2% кейсов, еще никто из администрации, школ, это ригидная среда, несомненно, но и администрации, школ, и городов, они соглашаются охотно на такие истории, как будто бы есть уже среди этих людей понимание, у главных архитекторов регионов, там, у таких вот товарищей, которые согласовывают эти вещи, есть понимание того, что это суперустойчивое развитие. И, видите, вкладываться вот в самоидентификацию подростка, молодого взрослого, потому что и в его вот этот мейкерский импульс, да, дать ему практику через собственный труд влиять на какую-то среду, они себе эту среду присваивают, они по-другому относятся к этой среде. Ну и понятно, что для города и для институции, и для институции это как раз вот устойчивое развитие, потому что через 3 года они уже становятся активным ядром. Ну это еще последний себе позволю точнее еще вопрос, потом, конечно, коллеги вам тоже передам. Из вашего опыта, что нужно, чтобы убедить администрацию, вот эти структуры в том, что это дело хорошее? Есть несколько инструментов воздействия. Первый инструмент — это надо вдохновить. Горячая инициатива, энтузиазм и вдохновение — это то, что надо действительно донести, что это действительно круто, классно и так далее. А дальше принцип «вода камень точит». Отлично работает. Спасибо большое. Так, Татьяна, да? У меня такой коротенький вопрос. Кто является в основном заказчиком, ну либо инициатором проведения таких вещей? Очень разные заказчики. Нет, я даже не могу выделить какого-то одного, который больше всех. Тут есть и девелоперы, тут есть город, тут есть бизнес. Например, в Новороссийске всю эту школу городских инициатив оплачивала бизнес «пятерочка», которая формирует сейчас центр местных сообществ на базе магазинов. Для них вот это сообщество подрохов. А как они формулируют цель? То есть обращаясь? Цель у кого? У заказчика разного. У девелопера есть необходимость развить территории, включив реальные интересы. Вот ты создаешь, например, какой-то стандарт. Этот стандарт дает допуск как-то сама выразиться в нем, чтобы присвоить себе эту территорию. Например, строители как раз новостроек очень любят организовать такие вот штуки для того, чтобы вновь приехавшие люди могли как-то объединиться общими практиками, создать какие-то локальные очаги общения для себя в зависимости от того, у кого что, кому-то нужно сделать пол для танцевальных мастер-классов. Вот они вместе собираются, делают такую деревянную площадку, потом танцуют. И для девелоперов это, конечно, такое развитие сообщества и так далее. Вообще мейкерство как инструмент развития сообщества – невероятно эффективная история. Поэтому в основном запрос на сообщество и на проектную деятельность. Если это школы, а такое тоже бывает, школа тоже бывает с заказчиком, то это вот история про проектную. С пятерочкой интересно очень. Пятерочка там суть вообще проекта, это называется забота о сообществе. История о том, что магазин предоставляет себя как пространство, площадку, и приглашает всех интересантов локальных магазинов, Клудома там же принцип, да, всех локальных интересантов, которые кто чем занят, да, да, но да, сообщество, новый маркетинг, это уже как бы стало понятно намного эффективнее, чем любые печатные продукции и прочее. Тут получается так, что магазин, помимо того, что он всем предоставляет площадку, он и сам формирует какой-то там свой запрос. И он понимает, что если вот конкретно этот магазин, он находится рядом со школой. Это редкий случай, когда 25% посетителей магазина уникальны вообще дети. Ну, понятно, что это вот, значит, вот наше сообщество. И мы вместе с ними подумали, что мы можем сделать в рамках нашего сотрудничества. Они четко сразу сказали, так, вот мы, значит, собираем корм, а здесь вот мы будем сейчас чинить крыши, а вот у нас такая серая грязная улица, а давайте субботник, а давайте позовем соседей, вот у нас есть школа гамма художественная, пусть они нам нарисуют, а давайте вместе нарисуем, а давайте. Ну, и туда мы же дальше лавки пошли, и то и все. И более того, в каждом из этих случаев это уникально. Суздали, вандализировали в этом году, уперли, извините, все эти, значит, палеты, и мы заново вот сейчас ездили. Значит, там произошло следующее, образовательный кейс. Нашли тех людей, которые стащили эти палеты. Их обязали вернуть их. Ну, конечно, вернули они совершенно другие, просто торцы покрасили. Так же вернули. Вернуть и покрасить была задача, да, верно. Их вернули, покрасили, вернули не те. И вот точно не те. Нет, важный момент, что дети столкнулись с тем, что хорошо, как бы вот из нашего ресурса у нас теперь есть такие палеты, и мы будем вот с ними делать то, что нам необходимо. И мы там сделали полную, значит, перестановку, перекраску и так далее. В Новороссийске тоже эти лавки все вандализировали, и их унесли в какой-то момент. Они там почти две недели до субботника, не до те лавки их унесли. Окей, мы через две недели вышли и построили новые. И закопали их так. Вы видели, как они закапывали эти новые лавки, так что просто их можно теперь только болгаркой спилить. Очень больше никак. Ну, то есть даже когда возникает какая-то проблема, она объединяет и дает как бы новые, вот как теорию решения, изобретательские задачи. Вот, значит, она тоже в действии. Тут классно воплощается. Спасибо. У нас есть вопрос, да, от Олеся Синенко. Какие компетенции нужны педагогу, чтобы организовать соучастные мейкерские практики с детьми? Так, хороший вопрос. Какие компетенции? Да, из нашей прошлой пары. Да, ну мы все вместе можем. Слушайте, ну, такие компетенции. Во-первых, вот это вот, да, способность создавать образовательную среду в любой точке. То есть это должна быть супергибкость. Заброшка, значит заброшка. Двор, значит двор. Библиотека, значит библиотека. В любой ситуации сделать и развернуть пространство к этому опыту. Наверное, да, какой-то педагогический опыт базовый. Как организовать, донести знания там или идею. И как воспитательной функции там смодерировать все эти процессы так, чтобы они были органично гармоничны. Ну и есть, конечно, методические, конкретные методики, как проводится соучастие, как, в каком порядке задается вопрос. Наверное, можно посмотреть эту методичку про школьный двор или обратиться к любым пособиям проектной группы 8. У них там тоже огромная база знаний. Сама вот эта методика соучаствующего проектирования, она представлена в интернете, можно это все дело найти легко. Спасибо. Электроинструмент, конечно. Шуруповерт. Да, владение шуруповертным приветствуется. Можно мне один из первых слайдов сначала? Вопрос сначала на уточнике. А, у меня что-то сейчас. Секунду. Какой? Где мостик? Минутку. Да, поняла. Пожалуйста. Что понимается под средой? Ну вот среда, она и как материальная, то есть мы говорим про конкретно, допустим, двор, и среда образовательная, потому что это двор, например, в Доме творчества исток. И у нас здесь и среди ресурсов есть и сам этот исток, который всячески нам помогает, предоставляет свою образовательную и ресурсную базу человеческую, и такую-сякую, и, соответственно, сам этот двор тоже. Я, наверное, хочу добавить, что есть отличное понятие, я не знаю, как его перевести на русский, но он называется public realm, и это такая сфера общественного. И, наверное, вот здесь корректнее можно говорить про этот public realm, сфера общественная, да, и как раз сообщество, я бы сказала, я бы написала, что все эти точечки – это куча акторов, и они как раз соучастие, во-первых, это такое магнетизирует их и создают вот эту вот группу, и вот это вот public realm, которое существует все равно, вот оно наполняется как предметной, как вот самыми разными слоями, и все это формирует место как destination. То есть все-таки это, ну, я права была, что это очень неточное определение, потому что у меня возникло, ну, вот равно как я с большим скепсисом отношусь к теории Бахтина про диалог между текстом и рецепиентом, да, нет там диалога, тихо, сам с собой я веду беседу, да, ну, не может быть, да, ну, книжка со мной не разговаривает, однозначно, я сам задаю вопросы и сам ищу ответы, то есть это мое. Равно как и тут у нас, ну, вот получается, я же часть этой среды, то есть я буду вот тем сообществом, если я часть этой среды, правильно я понимаю? Тогда мы корректно используем соучастие, а иначе у нас что-то типа взаимодействие. Рокали, ответь, пожалуйста. Нет, я думаю, что прямо эту конструкцию надо отдельно вырисовывать, потому что она еще и пространственная, да, то есть здесь, наверное, такая прям… То есть это… Да, то есть это красивенько звучит, но в силу того, что был вопрос, вот я отвечаю на те вопросы, которые вы поместили, я вернулась сюда, потому что мне кажется, что ответы, они вот именно в уточнении этой схемы. Мне кажется, это вообще, нарисовать эту схему, объяснить ее, это вполне себе магистрский вопрос. Примерно про это же говорим. Но в любом случае понятно, что вся эта история – это про learning by doing, то есть про обучение действиям, да. И теперь мне нужен слайд про риск, где есть риск, который для меня никакой не риск, а есть как раз базовое новообразование. Так-так, очень интересно. Да, вот неоправданное ожидание ребенка. Ну, собственно, на чем мы базируемся? Мы базируемся, ну, и, собственно, вы сейчас это активно обсуждали. Мы базируемся на готовности ребенка. Полетели на Луну? Полетели. Вообще не вопрос. Ребенок тут же с нами летит на Луну, у него никаких вообще не возникает вопросов по этому поводу. А на самом деле, собственно, в образовании ребенка, то есть когда мы говорим про образовательную среду, это и есть дельта между фантазией, ожиданиями и своими реальными возможностями. И ребенок живет, как правило, в примерно таком ощущении, это то, о чем говорила Анастасия Николаевна, ну, как бы новообразование у тех взрослых, с которыми она пытается переделать детскую площадку у себя во дворе. Новообразование примерно такое. Мы можем мечтать о чем угодно, сие невозможно. Извините, что отвечаю за вас. Мне кажется, я чувствую... Мне кажется, в этом контексте неоправданное ожидание. Это вот в проблеме он заключен в том, что, скорее, в трансляции взрослого. То есть это не то, что ребенок себя выстраивает, а то, когда взрослый приходит и говорит, мы, друзья, сейчас соберемся и поедем с вами на Луну, полетим точнее. И вот с этого начинаться, на самом деле, нет, как бы в планетарий мы дошли. И неоправданное ожидание ребенка – это история про то, как... И глобально, да-да-да, что мы транслируем как взрослые одно, про справедливость, что-то еще, про какие-то там цены. Это риски как раз связаны с компетентностью педагога, про которую был предыдущий вопрос. Отчасти. Да-да-да. Они не про ребенка, они про неправильно простроенную коммуникацию. Ну, то есть вот если у нас не было совместного проектирования, то... Да. Собственно, если мы вернемся, придем в ваши вопросы, да, теперь можно открыть это там. А вот и нет. Да, то есть, ну, вот как бы я сюда бы это и положила, да, эффективность. Эффективность, собственно, она зависит от того, ну... Спасибо. У меня вот уточнение для вот этих критериев. Что вообще мы закладываем с нашей точки зрения вот именно российских пользователей в слово «мейкерство». Вот если брать зарубежное, у них одно значение. А у нас же получается, скорее всего, комплекс каких-то штук, типа ремесло, творчество. Вот, может, отсюда нужно отходить, что будет критерием. Вот, что вкладывается вообще в понятие «мейкерство» у нас? Да мне не кажется, что как-то они сильно отличаются. Мне кажется, честно говоря, не очень-то отличается «мейкерство» того «мейкерство» здесь. Но если ты имеешь в виду, что там «мейкерство делать штучки и продавать их», вот это ты имеешь в виду «мейкерство». Но мы говорим про «мейкерство» в контексте городской среды. И здесь вложено то, что ты сам придумал некоторую идею, сам своими руками реализовал ее и сам повлиял на качество собственной жизни. Есть физический, материальный результат того, что ты делал твоего замысла, и у него есть конкретно и вот это вот именно «мейкерство», то есть «мейкерство». Я предупреждаю, что тут имеется в виду, что у тебя всегда есть один из твоих результатов, это конкретный объект и объектность вообще, да? Что «мейкерство» подразумевает, что ты не просто задумал какую-нибудь интервенцию в город, и ты это как-то, ну, не как-то ты это реализовал тем или иным способом. У тебя есть там, задумал, кто-то показывал про Норильск, у нас, да, была лекция Екатерины Бурскова, да? И вот там, например, лестница деревянная встроена, вполне себе «мейкерство». Надо ли лестница между домами в Норильске, чтобы пройти побыстрее от ветра? Взять, сделай. К просьбе Вадима по переводу, то есть если двигаться в этом направлении, то он нужен, конечно. Это уже вот просто… Просто получается, что «мейкерство» оно целенаправленное или оно случайное? Вот человек сидел, ему это взбрело в голову, и он решил что-то сделать. Вот. Или это все-таки вот сугубо цельность? Спасибо. Да, у меня вот был вопрос как раз по этому слайду про… Прошу прощения, это будет последний вопрос, потому что уже время истекает. Хорошо, я тогда после задам лично. Нет, нет, пожалуйста, Ксения, я просто говорю, что это будет последний. А, хорошо, я думала, я уже вышла за рамки. Ну, у меня вот про вовлеченность очень хочется понять, если это критерий, то как можно измерить вовлеченность? Или как-то это по-другому назвать, чтобы она была измерима? Может быть, да, по-другому назвать как-то. Как вот померить тот факт, что человек услышал новость и стал не просто, допустим, соучаствовать как на уровне идей, а пришел еще и руками включился. То есть мы, допустим, проголосовали, что да, нам во дворе нужна велопарковка, классно, ура, дальше там следующий этап, я пришел и сам ее калачу, или там в вовлеченности я скинулся деньгами на нее. То есть какие-то… Каждый этот критерий, что там тоже, наверное, можно под критерии какие-то развить. Ну, я спасибо за комментарий большое. Ну, показатели скорее. Показатели, да. Показатели, да, с какой скоростью он прибежал в этот двор, да. Простояло. Количество возвлеченных… Здесь же есть количество участников, а есть количество вовлеченных. То есть в Стокгольме, я помню, на третий тур закупки муниципальных велосипедов народ успокоился. В парке Горького 20-е годы, ну, четвертый, в лавке перестали перейти. Три количества влеченных, да, присоединяющихся, присутствие этого здесь. Да, ну, мне кажется, да, конечно, по критериям это прям отдельный большой вопрос. Мы скорее больше обсуждали, да, такие методические подходы и, наверное, не полностью ответили на запрос, который нам Любовь дала. Ну, я думаю, что будем продолжать, да, может быть, стоит даже отдельно как-то эту тему поднять, тем более мы будем, собственно, продолжать разговор об оценках, критериях дальше в ходе нашей магистрской программы. Ну, а Ольга Ракаль уже захватила микрофон, и я передаю с удовольствием ей слово для следующего выступления. Вошла в субъектную позицию. Здравствуйте, дорогие участники круглого стола, те, кто на нас смотрит. Те, кто не участники. Я бы хотела сегодня рассказать про полифункциональное пространство ателье в пространстве в ГЭС-2. У меня в этом проекте есть две роли. С одной стороны, я архитектор-проектировщик, разработчик программного и, как сказать, UX, то есть пользовательского пути этого места. Мы долго про это думали. Что такое, во-первых, полифункциональное? Это полифункциональная среда. Это то, как различное, как само это пространство, его наполнение мы можем использовать, насколько оно гибкое, насколько мы можем его использовать для самых разных целей. Изначально мы нашей командой, это я и куратор этого пространства Катя Поручик ставили такую гипотезу, что мы считаем, что в современном мире дети и взрослые не очень часто взаимодействуют друг с другом. То есть взаимодействуют, как сказать, не хочется говорить формально, насколько родители формально взаимодействуют с своими детьми, но что нам было очень важно, чтобы между ними было какое-то взаимодействие, такое общение, которое, может быть, оставляло какие-то после себя артефакты отчасти или которое бы становилось каким-то таким важным воспоминанием. И мы хотели при этом запроектировать такое пространство, где каждый из них мог раскрыться не только в роли «я сегодня родитель» или «ребенка», а как-то и показать себя по-другому, и быть увлеченным вместе по отдельности, чтобы каждый мог стать субъектом и выйти из своей вот этой роли. Это для нас было важным. Наши цели в этом пространстве были, во-первых, вовлечь как можно больше детей, родителей и вообще самых разных людей. А потом обеспечить такие условия, где бы они могли друг у друга учиться на равных. То есть это очень такая горизонтальность и принимать друг другу опыт, вообще учиться слышать и слушать друг друга. И очень важно это обеспечить комфортное эмоциональное времяпрепровождение. То есть для этого у нас есть фасилитаторы. Само пространство, как мы его задумали, это четыре зоны. Мы долго думали, под какие темы, ремесел их стоит выделить, как их можно группировать. У нас получилась зона бумаги, зона рукоделия, это работа с тканью, с текстилем, зона глины и столярная, там, где ты можешь работать деревом и всякими разными инструментами. Для нас было очень важно, как человек, попав туда, поймет, что он может с ним взаимодействовать, и с какими именно предметами, объектами, материалами он может делать. И так у нас появились такие смешные стеллажи, мы называли их РАКС, где есть такая так называемая выкладка дня. То есть все, что ты сегодня можешь взять и применить. Вот так это было, когда там не было людей. И так это выглядит, когда там есть люди живо. В качестве своего... Когда захотелось разложить пространство на экосистему, я бы предпочла такую триаду, как hardware, то есть это его физическая как оболочка, так его оборудование, материалы, все, что мы можем потрогать и пощупать. И самое главное, наверное, центральное – это само это пространство. Затем orgware – это то, как это эксплуатируется. Это команда VAC, фонда, в котором есть просветительский отдел, который делает программы для этого пространства, отдел просветительского опыта, фасилитаторы – это одни из самых важных участников этого процесса, приглашенные мастера, которые приходят туда раз в неделю за один из столов и проводят занятия, и приглашенные художники, которые периодически тоже делают какие-то свои мастер-классы. И software – это пользователи, это непосредственно посетители, и я бы вывела здесь группу «Завсегдаты». Для нас вообще было очень важно, появятся ли они. Посетители, семьи, взрослые. Очень здорово, что у нас есть как с одним ребенком, так и с несколькими детьми. Важно сказать про пространство, что оно разделено вообще-то на две зоны. Почему-то я не успела про это, забыла про это помянуть, что у нас есть игровая зона, там, где ребенок, например, может выпроснуть свою энергию. Это тотальная такая инсталляция, которая была сделана с художницей Светой Шуваевой. И зона непосредственно мастерской. И очень часто, например, один ребенок может играть в игровой, выпускать свой пар, бегать и орать. Другой может в это время, не знаю, делать калаш или какой-нибудь, вялить что-нибудь из шерсти, из войлока. Это самостоятельные дети. Очень многие из них лет в 10 уже приходят, то есть они уже могут быть не первый раз. И родители там оставляют, специально подписывают соглашения, идут, не знаю, по выставкам, а ребенок спокойно занимается своими делами. Подростки, и это наш успех, потому что пространство оказалось классным. И они туда идут. Молодые, взрослые и люди с ремесленными навыками, например, даже я, если мне надо сделать какую-то сложную вещь, которая требует специального оборудования, линогравюру, то я иду туда, потому что там есть краска, станок и вся необходимая инфраструктура. Как мы поймем, что она функционирует, наше пространство посетители увлечены совместной деятельностью. И как нам показалось, что важно, чтобы родители не уставали от детей, от процесса творчества, чтобы не было такое, да, пожалуйста, делай ты уже что-нибудь. А ребенок мотивирован и хочет сам что-то делать. А родители как-то поддерживают его инициативу, но тоже мы, конечно, не можем говорить родителю, пожалуйста, не заставляйте никого, но там, кстати говоря, для этого Британка даже разработала небольшие инструкции, как можно общаться с ребенком, и родители могут их посмотреть. Нет, родители, конечно, пускают, это же важно. Родители, вообще, родители могут оставить ребенка дома и прийти сам. Мы тоже это приветствуем. Я так иногда делаю. Посетители самостоятельно могут понять, как там все устроено, разобраться без лишней навигации. И посетители помогают друг другу и вообще-то вступают в взаимодействие, то есть такая поддерживающая среда. Чтобы понять, получились ли у нас, сработали ли наши гипотезы, я постоянно интервьюирую фасилитаторов. У меня есть четыре уже интервью, я еще жду ответа. То есть это такой процесс in progress. То есть это сейчас не самый финал финал финалов, потому что и сотрудники прибавляются, появляются новые, и мне очень интересно, потому что, например, эти девушки, они были изначально, и, в общем-то, интересно, как это. Я задала семь вопросов. Для меня наиболее интересные это были, как часто посетители переходят из одной зоны в другую, насколько они меняют ремесло, или они приходят и сидят в одной зоне. Случаются ли самопроизвольные мастер-классы, и вообще, что считается самым ценным для самих сотрудниц, потому что это достаточно эмоционально сложная работа, потому что ты все время должен быть очень гостеприимным и транслировать определенные, как бы сказать, поддерживающие ценности и дружелюбие. Это не просто делать, это в течение всей смены. Я отметила понравившиеся мне места в каждом из интервью. Мне очень понравилось, что, и мне понравилось, что, например, Лера говорила про то, что она такой контроль-фрик, и раньше ей было очень сложно выпускать контроль, когда она видела, что, может, кто-то не справляется, кому-то надо помочь, но потом стала понимать, что для человека, во-первых, сам может разобраться, это важно, и что стали помогать и подсказывать люди друг другу, особенно дети. То есть дети, как только они понимают, что кому-то нужна помощь, они тут же откликаются, даже семилетки. Дети, которые приходили уже второй раз, с радостью на них помогают новичкам. И самое ценное, что вот людям сложно привыкнуть, что нет никакого маршрутизатора, что ты сам пришел, сам решил взять материал, сам начать что-то делать. И эта история доверия, что никто за тобой не следит, ты украдешь или сломаешь. Надо сказать, это удивительно, что было достаточно много заложено, а это бесплатное пространство, абсолютно свободное, открытое, что там закладывали на похищение, что могут украсть порядка 30-40%, за все это время это было 2% или 1,5%, то есть очень мало. И это, на самом деле, потрясающая история. Почтой людей довольно быстро начинает ориентироваться, это важно, хотя все равно есть запрос на навигацию, что начинают учить и показывают друг друга, что они умеют. И тоже про гибкость, что когда ты видишь очень много материалов на выкладок, ты начинаешь комбинировать, особенно маленькие дети, они начинают столярку комбинировать с тканями, перышками, пластилин, с бумагой, что-то еще. Это такой бескончаемый поток, и это здорово, потому что это, как сказала вчера одна из фасилитаторов, которую я интервьюировала, что это такая тактильная библиотека, которую ты тут же видишь и можешь все не полистать, а все взять, потрогать и тут же применить. Когда начинает работать одна из фасилитов, что посетители, если есть кто-то, кто видит, что у него есть какое-то мастерство за ним, его определяют посетители как мастера, не приглашенного мастера, а именно его идентифицируют таковым, к нему начинают подсаживаться и перенимать у него опыт. И так вот получаются вот эти вот самопроизвольные мастер-классы. И вот это вот ценная вещь, что никто не говорит, что должно получиться в итоге. И бывает трудно объяснить, что начать можно с чего угодно. И что творчество, в первую очередь, это процесс. Люди постепенно привыкают и входят в эту такую колею очень спокойную. Мои персональные полевые наблюдения, я там достаточно часто бываю, и как приглашенный художник, но однажды я была как посетитель мастер-класса с как раз Светой Шуваевой, с которым мы это разрабатывали. Мы делали книгу, поп-ап-книгу, это очень долгий процесс, два часа на него был заложен, родители делали с детьми, кто-то делал свою книгу, родители делали свою, ребенок свою, иногда они делали вместе, как им было удобно, но мне хотелось сделать две книги, поэтому я осталась и еще делала четыре часа. И это удивительно, как люди продолжали подсаживаться, смотрели, а что вы тут такое интересное делаете, а расскажите нам, как, а это было очень много префабов, то есть практически это был конструктор. И я, и Света продолжали рассказывать, а потом и новые люди, которые были участниками, тоже решили остаться подольше, там что-то доделать, и тоже рассказывали, то есть это знание передавалось, это было порядка шести часов такого непрерывного. Затем был мастер-класс, который я делал в рамках своей магистрской практики для нашей группы, и мы провели время три часа именно в мастерской. За это время у нас была достаточно крупная группа, мы заняли весь стол, но когда мы начали печатать, мы делали линогравюры, это очень аппетитно выглядит со стороны. И как минимум две девушки успели с нами за это же время сделать и отпечатать свою линогравюру. То есть они посмотрели, может, понравилось, и они спрашивали, а как нам, а как это, а как то, а можно нам тоже отпечатать. Мы сделали это. Вот, выводы. В пространстве есть свои механизмы. То есть там есть, конечно, юридические правила, но на самом деле они не объявляются, что там нет крупно написанных правил. Но они считываются посетителями, и возникает какая-то понятийная среда. Созидатель, например, заразителен абсолютно. Творческая деятельность заземляет, и вот это то, что мы выстраиваем, доверительные отношения, взаимопомощи, то есть такая прям некая вежливость. Посетители самостоятельно генерируют различные форматы, самые разные, от мастер-классов, воркшопов, да еще куча всего. Посетители настолько увлечены, что не замечают, сколько прошло время. Я там, мне кажется, редко провожу меньше четырех или пяти часов, что странно, хотя всегда хочу зайти только на полчасика по-быстрому. И дети и родители спокойно разделяются, начинают действовать автономно. Это очень важно, потому что если родитель хочет, не знаю, шить игрушку, то ребенок спокойно может стучать. И тоже есть это доверие, потому что понимать, что ребенок не один, он не обожжется, не ударится, что там все равно вот эта среда взаимопомощи, что если там, если не сам, то вот эта вот общность, что за ребенком присмотрят. Это класс, то есть это общественный надзор, как мы любим. Ателье получилось с прототипом, как мне кажется, моя одна из гипотез, вот это эволюционно-образовательное сообщество, то есть такое пространство, вполне себе мейкерское, в котором люди вместе учатся, творят, что-нибудь производят, какое-то новое, что-то генерят, и что-то способствует устранению барьеров и формируют такие новые всякие городские, мне хочется сказать, городские банды, но скажу, сообщества. И, в общем-то, что в этом есть, такие практики совместного действия, это модель этого сообщества, которое я взяла из... Из... Простите, забыла уже, какого источника. Это не очень неудобно, но я на него сошлюсь. И если мы посмотрим на эту эволюционную модель, то есть у нас есть заинтересованные горожане всех возрастов, подтверждаю, у нас есть вот это ядро сообщества, мы можем назвать его не ядром сообщества, мы можем назвать его ателье и виси как институция, да, оно как бы вот... И, точнее, сотрудники ателье являются ядром этого сообщества. и у нас есть самые разные лепестки там семьи, детьми, творческое самовыражение, экономика предпринимательства, если я захочу, например, там как-то продать свои линогравюры. Духовность и саморазвитие, безусловно, физическое, эмоциональное здоровье. И у нас, конечно же, есть результат вот этот вот некий творческий продукт и улучшение среды, потому что люди становятся добрее, нежнее и заботливее друг от друга. Вот, друзья, и, наверное, такие вопросы, которые я бы хотела вынести, это что такое поддерживающее пространство и можно ли их создавать, масштабировать, создавать и масштабировать такие пространства, потому что, конечно, мы понимаем, что возможности ателье сильно завязаны с тем, что туда надо попасть, ты должен знать о том, что оно есть, что надо зарегистрировать, чтобы, в принципе, попасть в здание ГСИ-2. Вот. И тем не менее, как вы думаете, можно ли такое существовать? Спасибо большое. Вот мы, так сказать, таких широких мазков общего обзора в докладе, который представила Любовь, перешли к конкретному пространству. Да, я просила заранее до спикеров подготовить вопросы к нам, и они есть, да, но, может быть, сначала все-таки зададим вопросы к Ольге. Вот у нас Олеся Синенко спрашивает, каким образом посетитель попадает в ателье, предположим, подросток узнал о нем из интернета и захотел прийти и попробовать, что ему нужно сделать, есть ли порог входа и каков он? Не, порог входа, порог входа только именно в ГСИ-2, потому что там сейчас ты можешь попасть туда, зарегистрироваться, ну, надо абсолютно все бесплатно, бесплатный вход, и ателье работает каждый день с 12 до 8 часов, по выходным с 11 до 8 часов, просто надо зарегистрироваться в ГСИ-2. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы на понимание сначала или какие-то уточняющие? Есть, пожалуйста. Как вы относитесь к своей гипотезе, которую с Катей сформулировали? Про то, что взрослые... Потому что в выводах у вас прям вот четко, я так ждала вывода, диаметральная автономность. Но, смотрите, мы ставили одну свою гипотезу, насколько взрослые родители могут выходить из своей вот этой вот роли. Было озвучено другое, я очень вредный и въедливый в этом смысле слушатель. Ну, нет, там... Я поняла, что я в выводах есть, когда родитель и взрослый созидательно делают что-то вместе. Даже на вот этих вот воркшопах, которые у меня в наблюдениях, когда делалась поп-ап-книжка, например, если там ребенку было 6 лет, они это делали вместе с папой, с мамой. Это была их совместная деятельность. Но также было здорово. Они могли сидеть за одним столом, они оба участники, но каждый делает свой продукт. И каждый в этот момент субъект, что тоже здорово. Но и созидательная совместная деятельность. Поэтому я и спрашиваю, как вы сейчас относитесь к своей гипотезе. Ну, как бы, она же была гипотезой, соответственно, вы ее вправе, ну, как бы, теперь подвергнуть, да, расширить. подвергнуть. Расширить, я бы ее расширила. То есть, как бы, к ней отнестись, ну, уже, по сути, что создавали про одно, получил у нас вообще так все время. Получился еще лучше, получился третий. Выбирала. Вот это прям, для меня это очень дорогой вывод, на самом деле. Я не так просто про него задаю вопрос, потому что для меня поддерживающее пространство, оно должно меня поддерживать в том, в чем у меня есть потребность, а не в том, про что подумал некто. то есть, вот здесь вот, это, собственно говоря, мой ответ на вопрос, вот, уже поставленный на слайд. Ну, наверное, для меня, как для проектировщика, одно из самых ценных, что пространство получилось гибким, не только в смысле, что я как посетитель прихожу, и оно гибкое, я подвину то, я подвину все, а то, что, например, приходит мастер, он говорит, друзья, все у вас здорово, но я понимаю, что мне нужен шкаф, он другой. Говорим, конечно, ты можешь его сделать. О, у меня есть пространство, где я могу его сделать. Или мы понимаем, что мы планировали по одному использованию, да, но пространство позволяет нам переделать это и подстроиться по то, как еще удобнее и мастер-посетителю, и там, фасилитатору. То есть, как еще сделать это понятнее, понятнее, как вот такие... И еще к одной вещи отнесусь, к непонятному слайду про сообщество. Не-не-не, вот те лепесточки, лепесточки, да. Вот мне кажется, что здесь абсолютно избыточное использование термин сообщества, да, потому что ценность пространства заключается в том, что мы чувствуем себя в безопасности и во взаимодействии вне сообщества. Я могу не узнать, как зовут эту дяденьку, да, я могу вообще больше никогда с ним не пересечься, то есть это не сообщество, да, но вот пространство настроено таким образом, что... Этот слайд, это, ну, просто это цитата из... называлось, сейчас скажу, будущее для сложного общества или навыки для сложного общества. И когда я читала статью про экосистемы образовательные в городе и дошла до главы про экспериментальные... про экспериментальные сообщества образовательные, мне показалось, то есть я нашла взаимодействие, мне показалось, что ателье это вполне себе прототип или, по-моему, мы что-то такое имели в виду. Поэтому я вставила этот слайд, потому что как будто бы я нашла немножко подтверждение вот этой своей гипотезы. То есть не все, не все эти лепестки, и да, меня тоже ядро сообщества немножко меня тоже как бы смущает постоянно. Просто тема сообщества для ГЭС, я уж не буду сюда это так вытаскивать, но для ГЭС это вообще одна из мейнстримных тем, да, не прыгать к сообществу. И мне не очень понятно такая тяга к созданию сообществ. Вот. При этом обесценивание собственно безопасно, то есть здесь происходит абсолютно другой эффект. Он очень близок к теме сообщества, но он про другое, и он, на мой взгляд, он в разы, ну, как бы лучше, важнее, что я рандомно оказываюсь с не членом моего сообщества, при этом чувствую себя с ним за счет пространства. Я думаю, что здесь очень крутое сообщество, знаете, формируется фасилитаторами, потому что часть фасилитаторов, они новые, они приходят новые, и это две новые девушки, которые начали работать с марта, они были изначально посетительницами, им так было хорошо, что они вообще решили вот даже устроиться. И завсегдаты, я бы их, то есть есть прям завсегдаты, которые... конечно, конечно, могут быть софсегдаты, но вот все-таки эффект того, что создано, он в другом. Возможно, да, 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 да. Ну и про поддерживающие, ну то, что вы описываете, и одна из фасилитаторов, что называет, ну это же аналог библиотеки, да, но только построенный по каким-то, ну таким, то есть все, что вы проговорите про среду, это то, какой обязана быть современная библиотека. Когда интуитивно понятно, как пользоваться этими фондами. Да, ну библиотека... Если я могу вообще-то все смешать и поэкспериментировать? Вообще сходить и поглядеть, да, сходить и поглядеть, как это же... Ну то есть если нужно посоотносить, то я бы, конечно, пошла... Взять кучу книг, всех их полистать, а еще прочитать. Да, плюс походить, посмотреть, как проектируется там, вот в Некрасовке это происходит или нет, да, то есть интуитивно понятно или непонятно. Молодежка, ну как бы, да или нет, потому что принципы как будто бы те же, что работает, что не работает, есть, ну есть возможность анализировать. Потому что библиотекарь молодежки на Преображенке абсолютно тот же текст. То есть что мы фасилитируем, что мы не... Ну как бы идти смотреть и брать интервью на них. Хочет ли кто-то еще ответить на вопросы, что для вас поддерживающее пространство и можно ли его масштабировать? Я отвечу на вопрос, можно ли масштабировать, можно проскочивать, сколько подержишь пространство, да. Я думаю, что да, можно однозначно. И классный пример это масштабирование, такие общественные, например, столярные, мейкерские, мастерские, ну, городские. Это может быть в школе, в библиотеке, где угодно. Это может быть, да. Когда, собственно, помните проект «Делай вещь»? Тоже же вот это была такая поддерживающая история. Они замечательные, они сидят в таком пространстве, где ты можешь зайти, то есть где не могут присутствовать, например, дети, потому что они сидят на заводе. И это сразу, то есть у них там пропускная среда, и это сразу... Тут на самом деле один из самых сложных вопросов вот именно в мейкерском поддерживаемом пространстве, а это невероятно, потому что когда ты можешь действительно подделать вот эту заземляющую, ручная деятельность, но это очень сложно окупается, точнее, это не окупается, это не окупается в рамках каворкингов. Это социальный проект, и, конечно, когда мы говорим про ВИС и про ГЭС-2, это дорогой. Он элитарный, да, он элитарный. Кто знает, тот знает про это. Там бывают люди самых разных уровней. Я имею в виду, что там есть простые люди. Видела я, видела я. Сейчас я тебе секундочку вот... Да. Тут вопрос же в том, ты говоришь, можно ли масштабировать конкретно ГЭС-2 или вот эту практику, когда ты создаешь поддерживающие пространство, которое, на самом деле, на мой взгляд, если есть какое-то активное классное сообщество, вот это прям проводник к этому пространству, инициативное. Потому что можно... Так, Таня. Если я, возможно, неправильно поняла, ты про масштабирование, это имеется в виду расширять практику ателье, да, то есть как бы распорискать. Мне кажется... скопировать еще где-нибудь в других местах. Нет, здесь вопрос... Я вас спросила. Здесь речь про ателье или про саму, ну, как бы, концепцию поддерживающего пространства. Поэтому, да, вот что такое для тебя, что ты поднимаешь, что для тебя поддерживаешь, чтобы для тебя было поддерживающее пространство, потому что, например, формат ателье, это вот для меня идеал поддерживающего пространства. Мне интересно, насколько можно было бы его масштабировать. Я понимаю, что-то сложно. А вот они... Распространение носить. Повторять, да. Франшиза. Я просто к тому, что мне кажется, что такие практики, они классные, именно когда они единичные, но в том плане, что индивидуальные, да, то есть отдельно. Если, например, как-то дублировать его, то оно уже просто не выстрелит. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вообще здорово, когда есть что-то очень маленькое, потому что, когда я была там, оно было, правда, очень маленькое. Ну, то есть для меня, например, если мы говорим про безопасные какие-то пространства и про вот это масштабирование, если бы я знала, что, например, ну, есть такая сетка, да, вот по принципу, не знаю, какого-то очень, такой творческий вкус вилл, то есть ты приходишь, ну, как бы, вот в ателье, находящееся в разных точках Москвы, вот, то, как бы, для меня это бы просто все утратило. Ну, то есть, как бы вот эта вещь, а в том, что, например, там, не знаю, мою ателье, оно одно, моя кофейня, она, вот, как бы, она одна, но, как бы, для меня вот единичность это тоже безопасность, ну, то есть, отсутствие копий в какой-то степени. Спасибо, но, тем не менее, кофеин много, да, и, в общем, неузнаваемый, так или иначе, в них есть кофе там и пирожные. Я бы тоже хотела, если позволите, кратко отнестись, во-первых, вот Екатерина Андреевна заговорила о сообществе, что если мы не знаем человека, как зовут человека, с которым рядом мы сидим, то вроде бы это не одно сообщество, и, пожалуй, я здесь не согласна. И мне кажется, здесь, может быть, наметится как раз разница между клубом и сообществом, которое мы недавно обсуждали, потому что для меня сообщество — это, ну, некоторая общность людей, в которой действительно мне комфортно, но совсем не обязательно я должна знать их всех по именам, да, то есть, например, это соседское сообщество. Мне, наверное, не обязательно знать, если мы выходим, не знаю, на субботник во двор, мне не обязательно знать, как всех зовут, я просто знаю, что мы все вместе живем, и мы все для чего-то здесь собрались, да, ну, хорошо, если мы познакомимся, но нет ничего страшного, поэтому, возможно, здесь как бы, ну, как бы на пути, когда мы приходим туда, ну, или эти люди приходят туда, мне кажется, они становятся частью сообщества, любителей этого ателье или тех, кто там производит, ну, это такое мое мнение. Отвечая на ваш вопрос, что такое поддерживающее место, да, такой был вопрос. Вот для меня, оно скорее не совсем поддерживающее, мне лично там, вот по своим, собственно, не хватило навигации, вот, видимо, у меня, может, интуиция не так сильно развита, да, ну, либо я Советского Союза еще всего боюсь, да, вот это ограничение, оно очень, ну, вообще не снимается никак, то есть ты приходишь, и тебе нужно, чтобы кто-то сказал, да, можно, вот, благодаря, потому что мы были с вами, да, и вы сказали, да, можно, сюда садитесь, делайте это, да, мне было спокойно, если бы пришла туда одна, я бы вошла и вышла, да, ну, возможно, как бы это мое поколение, да, или какая-то специфика. Вам бы подошли быстро фасилитаторка Лера или Света сказала, здравствуйте, вам рассказать, про какое у нас пространство. Вот, это было бы очень здорово, да, но я, например, больше люблю, когда мне написано большими буквами, можно, сюда можно сесть, вот это возьмите, а дальше мне уже, как бы, все будет комфортно, но, я не знаю, это по-разному, мне кажется, здесь очень большое пространство вообще для различных исследований, да, то есть можно вот посмотреть, как люди там по-разному, вот действительно это нужно или только мне нужно, да, и как они действительно, там сказать, к чему они подходят, что более популярно, здесь нужно огромное количество разных вопросов ставить, да, сколько возвращаются, на что возвращаются, как между собой общаются, вот, и отвечая, собственно, на второй вопрос, мне как раз кажется, что оно вполне масштабируемое, да, если подробно описать его именно, как бы, вот методику, да, то есть как это работает, и это не значит, что оно тратит уникальность, да, в том плане, что в другом каком-то городе по этому лекалу может возникнуть другое пространство, там могут быть другие технологии, другое оборудование, другие фасилитаторы, другие там технологии, вообще все, оформление может быть другое, да, здесь, мне кажется, смысл скорее в том, что люди там делают, как они делают и как в процессе это происходит общение, ну, общение в широком очень, коммуникация, скорее даже, вот, но боюсь, что на это время, которое было отведено на вступление Ольги, закончилось, спасибо огромное, и мы сейчас выходим из сферы мира такого физического, тактильного, переходим в цифровую среду, Вадим, пожалуйста. Добрый день еще раз, и я хотел бы рассказать о своем опыте работы с порталом «Наш город Москва», и высказать некоторые свои соображения, возможно, какие-то противоречия о том, как это связано, может быть, со школой. Я расскажу о трех ситуациях, с которыми, в принципе, может столкнуться каждый житель города и как они были решены с помощью этого сервиса. Вот, собственно, так выглядит картинка, которая встречает любого пользователя. портал был основан в 2011 году, и на 26 мая почти 2 миллиона пользователей. Для справки, текущая численность населения в Москве постоянного более 12,5 миллионов человек. Вот. Сайт позволяет решать большой спектр таких коммунально-бытовых вопросов, и был нацелен на то, чтобы налаживать коммуникацию между исполнительными властями и жителями города. Вот. Мое знакомство с сервисом началось не так уж и давно, в декабре 2021 года, одним темным, холодным декабрьским утром меня выбесили фонари. Вот. Они не горели, они новые. Вот. И я еще, наверное, был раздраженный, возможно, из-за недосып, и в моей голове были какие-то мысли, как бы это починить. И почему-то вспомнилось, что где-то когда-то я слышал о таком портале, который позволил бы исправить эту незадачу. Вот. Вечером я сфотографировал, нашел этот сайт и буквально за несколько минут зарегистрировавшись все отправил. Вот. Ответ пришел с опозданием вообще. Там написано семь дней на модерацию. Вот. И мне сказали, что сделать ничего нельзя сейчас, ждите до февраля 2022 года. Вот. Ну, я как бы, мне-то какая разница, буду ходить всю зиму по темной улице и беситься с этих фонарей. Вот. Ответ пришел, но пришел он потом, а сначала я осознал, когда шел утром, что фонари горят случайно. Вот 1 февраля, сейчас они теперь светят мне в окна, но это уже не важно. Вот. проблема решилась, получается, итоговая 25 плюс, ну, чуть больше месяца потрачено было на решение этой проблемы. В рамках того же благоустройства были созданы в районе территориальной это Коньково, созданы новые спортивные объекты, причем как раз перед тем, как выпал снег, они успели все это сделать. Весна наступила, снег оттаял, наступили майские праздники, и спортивные объекты перестали быть таковым. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы сломать балку, которая закатана в бетон, но они это смогли. Вот. И, естественно, я отправил эти фотографии, потому что тоже пользоваться хочется летом особенно такой инфраструктурой. Вот. И ответ пришел быстро. И я даже узнал, что вот это покрытие они умеют латать. Вот. Наверное, если бы я знал об этом несколько лет назад, ссадин на коленях было бы значительно меньше. Вот. Но, собственно говоря, произошло следующее. Все починили, все золотали, ответ пришел, все прекрасно. Спустя буквально два дня я прохожу мимо, оно сломалось опять. Вот. Да. Ну, я, естественно, снова отправил запрос на портал, чтобы это починили. Вроде как ответ пришел, что я не знаю, то, да, починили, я еще не смотрел, но вроде должны снова сделать, обратно прикрутить. Вот. Следующая ситуация. Пока что нет, но, собственно говоря, я думаю, когда-нибудь я его получу. Вот. Третья ситуация произошла не совсем со мной, а с моими знакомыми. они проживают в районе теплый стан, и выход на крышу, и выход на крышу, у них сразу магазин, то есть второй этаж, и, естественно, сигареты не просто так, все окурки от жителей верхних этажей попадают не в пепельнице, а на крышу этого магазина. Вот. И картина, естественно, неприятная. Я попробовал, в принципе, что-то сделать с этим через портал, но поскольку такой опции нет, это и не дворовая территория, это и не дом, это крыша какого-то магазина. Мне сказали нет, и тут меня как-то это разочарало, потому что до этого были ситуации успеха, а тут ситуация провала, я потерял боевой дух, но мне предложили одну универсальную кнопку отправить мое сообщение куда-то в пространство, виртуальное. Вот. Ну, я как, да, я как исследователь решил все-таки нажать кнопку, мое сообщение было отправлено, и я приготовился ждать, ну, и благополучно, естественно, забыл про то, что проблема не решалась. Что? Ну, вот, собственно говоря, пришло первое, что префектура Юго-Западного административного округа, оказывается, отправила в префектуру случайно сообщение. Вот. Они это приняли, а потом, спустя две недели, пришел ответ, от управы района теплый стан. Мне таких больших ответов от административных ресурсов с таким, с такой душой, с таким количеством абзацев не приходило никогда. Проблему действительно решили, но не знаю, насколько это будет. Разовая или неразовая акция. Ну, да, крышу почистили, но это же комплексная проблема. То есть, ну, разово, да, все время же не получится отправлять жалобов в префектуру. Вот. И, собственно говоря, о чем я хотел такие мысли выдвинуть на дискуссию нашего нашего собрания, это то, как можно вообще и нужно ли вообще применять такие вот возможности сервиса при работе с детьми или подростками. То есть, если да, то какой возраст у детей может быть. Дальше, следующий вопрос и противоречие, которое возникает, а нужно ли вообще развивать так называемую вот эту культуру жалобы. То есть, надо ли детей учить с самого такого раннего возраста жаловаться куда-то еще, а не просто попросить их или научить не ломать то, что есть уже вокруг. Поскольку сервис предлагает сам себе для детей только какие-то наборы комиксов и книжек, вот, и особо другой работы с младшим населением, не нашел на сайте. Даже не нашел каких-то возрастных ограничений при этом по тому, чтобы стать пользователем сайта. Там их вообще нет. То есть, любой человек может использовать его. Вот, с такими вот мыслями выдвигаю свой тезис на обсуждение. Спасибо большое. Если вопросы на... Ответы. Так, не забываем, что мы говорим в микрофон, чтобы нас было слышно. Так, пожалуйста, Ольга. Вадим, спасибо за ваш невероятно увлекательный доклад активного горожанина. И у меня такое по этому поводу есть тоже размышления. На самом деле, даже я, как городской проектировщик, который взаимодействует с разными департаментами города Москвы, понимала, что я не всегда себе представляю структуру управления городом. И мне кажется, это такая очень базовая проблема, потому что люди себе не представляют, как управляется город. И это очень здорово, что вы рассматриваете вопрос про городскую функциональную грамотность. И мне кажется, стоит пойти дальше, понимать право управления города. Тогда, может быть, вы будете взращивать классных муниципальных депутатов, классную, эффективную местную власть, а потом, может быть, и городскую. И ответственные горожан. Мне кажется, вот этот вопрос про, что может дать школьникам, что может дать учащимся в рамках образования, это вообще-то рассказать и самим разобраться, кто и как принимает решения в городе, как эксплуатируется, почему такое покрытие в этом месте, почему такое оборудование, откуда оно взялось, кто принял это решение, кто за него ответственен. Там куча всего. Это настоящий квест, детектив и джар. Да, вот. Спасибо большое, Ольга. Интересные мысли про структуру. Не задумывался. Будет повод как-то это развить дальше. Я не помню, есть ли это здесь, в других корпусах МГПУ есть на входе на этаж, как правило, с лестницы, когда ты попадаешь на этаж, есть табличка с QR-кодом. Это переход на наш сервис связи с ИХЧ, так как корпусов очень много, собственно, наш университет можно сопоставить с городским таким вот хозяйством огромным. Для того, чтобы узнать о том, что где-то перегорел свет, что-то еще произошло, в общем, либо нужно каждый день инженеру объезжать эти помещения, либо должен кто-то сигнализировать. Я не знаю, как это удавалось немцам, когда я работала в немецком университете, хаус-мастер пришел ко мне и мне сообщил, что моя дверь скоро сломается. Я не знаю, как он это делает, то есть, что у них происходит, и спросил, не буду ли я так любезна, не уйду ли я с работы, пока они тут будут чинить мою дверь в мой кабинет. А в нашем корпусе на каменной слободе, мне кажется, так бы и жили все с перегоревшим светом в коридоре, с отсутствием туалетной бумаги, если бы в нашем лице они не имели там примерно такого же пользователя, как и мы. я не считаю это жалобой, то есть, вообще, ну, как бы, порядок поддерживается пользователями, да, ну, то есть, службы будут реагировать, если нам норм, они не будут реагировать, то есть, я считаю, что введение таких практик в образовательные практики, то есть, знакомство с сервисами, совместное написание, ну, таких, ну, пусть это жалобы, хорошо, но мне кажется, что это даже, это не жалоба, это заявка на ремонт, да, я прошу отремонтировать, да, это, ну, собственно, вообще естественный процесс воспитания ответственного горожанина, я вообще не знаю, как можно по-другому, вот, если мы равнодушно проходим, если нам норм, то так и будет норм, то есть, цитируя Булгакова, да, разруха, она не в клозетах, она в головах, поэтому здесь вот прям могу только поддержать, сначала, так, да, мне очень понравилась твоя презентация, я сегодня только буквально читала статью про, и саму статью, лестница партисципации, Шерри Арнхейм, когда как раз рассказывает про вот эти продвижения, про то, как устроено, например, гражданское сообщество, почему, например, есть, почему его нет, ну, условно, про эти все вещи, мне кажется, что эта тема очень, ну, она прям дико крутая, в том плане, что ее детей, ну, то есть, как бы в моем детстве не было такого, я вообще не знала, что что-то возможно, ну, то есть, как бы все, что было в зоне возможности, это было связано с моей семьей, а моя семья, она не была из самых таких, прям, ну, адептов какой-то адекватной, смелой жизни, поэтому, как бы я пришла во взрослую жизнь с таким немножко, ну, отстраненным отношением, например, к окружающей среде, только более-менее за последние, там, пару лет, когда я уже полностью, там, как-то отделилась от своей семьи, то есть, я начала более, ну, как-то ответственно осуществлять свою жизнь в городе, ну, условно, вот так, вот, поэтому мне кажется, что надо с детьми как раз прорабатывать о том, что все возможности, они есть, то есть, типа, ведите диалог с городом, ну, то есть, типа, это здорово, что ты, правда, мог написать что-то одно, сходить, сфотографировать эти несчастные фонари, и, то есть, в твоей жизни случилось чудо, понимаешь, то есть, сработало, ну, даже если не будет работать какие-то 10 случаев, а два из них случились, то это очень важно и круто, ну, я на самом деле очень рада, потому что я, у меня много проблем в моем странном дворе, я теперь не знаю, что буду делать, не постесняюсь. Спасибо. Падим, хотите ответить? Да, хотел отреагировать, вот, то есть, получается, лучше воспитывать в детях любовь к тому, что их окружает, и вот, сознательность, осознанность, точнее, не с того, что вот рядом, допустим, не рисовать на школьной парте что-то нехорошее, а, допустим, начать с масштабного, то есть, что-то в городе поменялось, и он будет понимать, что, может быть, и рядом что-то не нужно ломать, или это все-таки сыграет обратную какую-то картину? Ну, я думаю, что одно другого не исключает, да, и даже отвечая вот на вопрос, который вы раньше задали, что каким, чем учить детей, да, там, скажем, самим решать проблемы, да, или вот направлять заявки, мне кажется, и тому, и другому, и третьему, и начинать надо, собственно, с анализа проблемы, да, фактически, вот, последний ваш запрос, на самом деле, вы сами сказали, что я решал не ту проблему, вернее, я не тот источник, как бы, проблемы на самом деле, да, и то, что они убрали, эту проблему не решит, тут как раз должна быть работа, собственно, с жителями этого дома, да, и их осознанности, что они, как бы, загрязняют, да, и вот этот вот анализ, увидеть проблему, проанализировать ее, да, понять, кто ее может решать, и каким способом, можем ли мы сами ее решить, или нужно обратиться, да, мне кажется, вот, как бы, это можно проходить, и, наверное, отвечая вот на ваш, то есть, вот последний вопрос, может быть, это надо делать на разных уровнях, да, вот в классе, да, посмотреть, а что в нашем, как бы, классе, что в нашей школе, в школьном дворе, и, как вот Люба говорила, да, такими расходящимися кругами в нашем районе, в нашем городе, в нашей стране, и, как бы, только начинать с самого раннего возраста, видимо. Коллеги, кто-то хочет что-то еще добавить? Есть ли у нас онлайн какие-то реплики? Последний кейс, я просто не стала дополнять, потому что его Ольга очень хорошо прокомментировала, что вот это, это же действительно детектив по поиску кто и что, да, но, конечно, в таком кейсе есть еще и вот эта составляющая, да, кто-то должен убираться, да, это один вопрос, ну, в конце концов, когда мы видим с вами разбросанный мусор, далеко не всегда это проклятые горожане все разбрасывают, иногда это просто не вовремя вывезенные мусоры, просто растащенные воронами, это опять исследование, мы опять исследуем и выясняем, как это все устроено, это все формирование критического мышления, это все формирование не делать вывода вот сразу, а чуть-чуть двинуться, а что касается, ну, будут или не будут царить, но если с детьми начать об этом говорить, мы же знаем, что чаще всего именно они являются на театрами каких-то изменений, изменений социальных моделей, ну, тут вот совершенно очевидно, что разговор о том, откуда берется мусор, давайте сначала разберем на других, а потом подумаем про себя уже, ну, от нас же тоже как-то он остается. Мне кажется, еще вопрос, куда уходит мусор? Я на это и намекаю, что на самом деле там же есть еще дальше продолжение, да, да, да. Потому что, например, мои дети, когда я поставила два, значит, раздельный сбор мусора, значит, вот их исследовательский интерес, они начали моментально следить, значит, как там все это происходит, и в какой-то момент они увидели, как мусор из одного бака и мусор из другого брака закидывают, значит, в один, в общий бак и прекратили, значит, саботировали сбор. На самом деле это нормально, то есть просто это дальше коммуникация, да, объяснить, что даже если для всех слушателей и зрителей, да, сбрасывают в один бак, но это нормально, потом на станции его промывают, но если вы делаете раздельное, это сильно, сильно улучшает результат в любом случае. Я к другому, я к тому, что у ребенка, есть запрос на простраивание причинно-следственных связей, и здесь как раз это классная возможность показать им действительно, да, такое helicopter overview, вид сверху на работу всех систем, что-нибудь такое. Последнее, извините, добавление, это про то, что на самом деле еще такое исследование дает нам понимание, что вообще-то все есть контекст, потому что очень часто мы даже как взрослые оказываемся в ситуации, что как будто бы все само собой разумещееся, и так было всегда испокон веков. Ну, или какая-то любая, или плохо работающая инфраструктура, так было всегда, а будет всегда. И именно исследовательская такая практика классная про функционирование города дает понимание, что вообще-то есть контекст. А если еще чуть-чуть, знаешь, сделать overview назад, а помните, те были там, не знаю, когда я был маленький, когда ваши родители, и это очень здорово. Ты понимаешь тогда, что есть все-таки прогресс, какой-никакой, и у тебя есть влияние, какой-никакой. Спасибо. Вадим, хотите что-то в заключение сказать? Да, в заключение, наверное, то, что это приятно. Нет, приятно именно вот само ощущение, что ты на что-то повлиял. То есть обычно ты идешь, вот и яма, и ты ничего не можешь с ней сделать, а вдруг появляется какая-то возможность, и когда ее залатывают, ты понимаешь, о, я на это повлиял, и вот это ощущение влияния как-то на окружающее пространство очень хорошо поднимает настроение. Да, я думаю, что оно приятно и детям, и взрослым, и то, что Любовь сказала, поиск причинно-следственных связей важен и детям, и взрослым тоже. И я думаю, что сегодня на круглом столе наши выступающие, я надеюсь, нашли ответы на какие-то свои вопросы, или во всяком случае, я думаю, мы все убедились, что часть исследования это все-таки групповое обсуждение, да, и вот в презентации каких-то своих результатов, в постановке вопросов, в выслушивании разных точек зрения, иногда, казалось бы, совершенно как бы, может быть, не связанных даже с тем, о чем мы говорили, в выслушивании какого-то опыта, оно очень продвигает нас на пути и к своим исследовательским, и, конечно, в проективном, в своем таком продуктивном. Я думаю, что все мы сегодня в этом убедились. Огромное спасибо нашим выступающим, Татьяне, Любови, Ольге, Вадиму. Большое спасибо дискутантам, Екатерине, Ксении, Олесе, которая была с нами онлайн, и я надеюсь, у нас будет еще возможность продолжить, а те, кто сегодня не выступал, они, я думаю, сильно позавидовали, и захотят выступить в следующий раз. Спасибо большое, мы завершаем. Субтитры сделал DimaTorzok